итак всем привет сегодня наш тест начинается довольно таки необычно начинается он с того что я еду мыть машину которая будет сегодня на обзоре не доверили так сказать чем хочу сказать вообще когда оказываешься в этой машине сразу чувствуешь себя как будто за окном не казахстан там европа какая-то машина дает о себе такое чувство шина довольно таки интересно а сразу начну с ощущения ощущения блин японского автомобиля потому что мягкий руль гидроусилитель мягкая педаль газа довольно отзывчивые тормоза в общем интересная машина информативная такая панель показывает сразу расход 42 литра на соточку она такая горит чек это нормально по нашим условиям для этой машины когда горит чек вот удобные кресла все под рукой все прям как надо машина кайф машина производит такое ощущение что на ней должен ездить человек так после 35 40 лет такой уже успешный такой он никуда не торопится все хорошо с деньгами хорошо с семьей у него свой бизнес должен быть почему-то у меня складываются впечатления такой машины вот такие и это слушать классическую музыку так не спеша машина не не как сказать не просит чтобы не наваливали машина то и дело говорит едете спокойно слушайте классику вот ребятушки сейчас заедем обстреляемся ну и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не жалуются ни на что Для спокойной езды Вот просто для семейного человека Вот как я и говорил в начале видео Просто шикарный автомобиль Что хотелось по кузову сказать Низкий клиренс Очень низкий клиренс 140 мм Передний бампер уже владелец По владению года уже делал Потому что вот эта юбка Он ее задевал Ну в общем разбивал там Царапал не знаю В общем фишка в том Что он уже красил передний бампер Ремонтировал Ну это не страшно в принципе Это же не удары Это просто мелочь жизни Вот Баллоны Баллоны здесь стоят у нас Так Шестнадцатый 205-55 Можно поставить больше Но говорят что на семнадцатых Будет как телега Сейчас идет мягенько Все хорошо Все аккуратно Ну в принципе Для Более так сказать Красоты Изящество Можно поставить семнадцатый И чуть-чуть пошире Можно поставить баллоны Минус Сразу при езде Все жалуются И Как бы сами ощутили По сравнению Даже с той же BMW На которой колеса ложатся Очень Очень маленький угол разворота То есть постоянно Это если в городе Это конечно минус Потому что ты не можешь Проскочить Развернуться на дороге Это Ну занимает больше Движений Больше Времени Фары Где вот сказать бы за фары Стоит штатный ксенон И на штатном ксеноне То есть Как обычно Фары помутнели И Получается Хозяин Ну отполировал их Но все равно Остались Здесь не видно Микротрещины Вот здесь вот В этом районе Просто Ну от температуры Как-то не продумано Закатали фары в пленку Ну смотрится довольно прикольно Я вот хозяину Предлагал еще Покрасить Решетку Может быть В темный цвет Оставить только значок Но он пока в размышлениях В раздумьях Ну что я хочу сказать Давайте посмотрим Двигатель Что у нас под капотом Итак Капот Открываем капот Сейчас И что мы видим Молодцы Шведы постарались Вот эти стоечки Амортизатор Один Один амортизатор Ну это классно Реально раздражает Когда на новых машинах Идет просто Пойдем там снимать Я еще не рассказал На новых машинах И вот эти вот Палочки Вот эти вот Ты открываешь Просто машину И тебе нужно Взять эту палочку Поставить Что люди Вы очните 21 век На дворе Поставили Один стоечка Амортизатора И все Двигатель Двигатель Как я уже сказал Давай 470 лошадиных сил Ресурс Данного мотора Как заявляют Многие владельцы Так сказать 500 тысяч километров Он пробежит При должном обслуживании Все Без проблем Только единственное Вот сейчас уже У нашего владельца Пробег Там За 100 тысяч Там около 150 По-моему Сейчас скажу вам 144 тысячи пробега 103 Да подходит К 44 Начало Поджирать масло Не критично Но есть такая проблема Чтобы решить ее Это нужно заменить Массосъемные колпачки Проблема Это решаемая Недорогая Несложная Как бы И все Заменили Забыли Опять Ходят они в среднем 100 120 тысяч Вот Потом под замену Здесь идет такое ухо Специальное Да Держит мотор Как бы Сделано для чего Мотор Вот как видите У нас висит Вот Это не распорка Ничего Это Получается Оно как Играет на нем Как Подушка Держится За счет Вот этой вот Распорки Мотор Для чего Сделано ухо При ударе Это же Вольво Это же Безопасность При ударе Мотор не летит К вам в ноги Он просто Уходит под низ Под машину Как обычно Шведа Я говорю Это же Самая безопасная Марка Ну так Все здесь По простому В принципе Такая же машина Много датчиков Конечно И Проблема в том У нас По крайней мере В Казахстане В обслуживании Нету Должных Людей Которые Соображают Которые Понимают Как это делать И что это То есть Нету Компьютерной Какой-то Программы Которая точно Ну короче Специалистов Нет по этим Машинам Поэтому у нас Их мало Как вы видите Даже эта машина Не стоит На учете У нас В Казахстане В Караганде Здесь Что-что Все крылышки Все родное Видите Везде Прописано Вольво Пропечатано Так что Будете Когда брать Машину Вы все равно Будете ставить Если делать Смотрите На вот эти Все загибы Все Все это Должно быть Ровненькое Чистенькое Вот Закрываем Мотор А вот Для мотора Еще вот Прикольная Штучка Ну это Правда Она всегда Грязная Будет Замки То есть Чтобы не браться За верх Можно вот Взяться За замочки И просто Опустить Его Пойдемте К багажнику К заду К багажнику К чему Как хотите Называйте И так Вот он Вот она Вольво Вот я Говорю про Эти фары Которые Просто Огромные Для легкового Машина В принципе Не очень Большие Много Лампочек Шильдик Вольво С60 Вот эта Планка Планочка Пластиковая Не знаю К чему Сделали Ее Шведы Что они Хотели Этим Показать Ну это Какой-то Своего рода Такой Прикол Да Это их Какая-то Задумка Может Это Что-то Есть В этом Какой-то Смысл Нам Непонятен Короче Это Накладочка Пластиковая Накладочка Стоит Электропривод Замка То есть Замочек Здесь есть Такая Заглушка Если при Ну там Севшем Аккумуляторе Или что Чтобы можно было Стать ключик То есть Все это Спрятано Все красиво Очень Багажник Багажник В принципе Не маленький Но Само пространство Вот это Вот Мне кажется Узковато Хотя Сделан Довольно Удобно Довольно Низко То есть Не сильно Приходится Закидывать Это все Дело Чемодан Или что-то Но все На уровне Колен При моем Росте На уровне Колен Обшивочка Вот это Все приятно Мягенько Родной Значок Это знак Аварийной Остановки Воля Здесь Что у нас Открывание Подходим Ближе Открывание Складывание Задних Сидений То есть Если вам Нужно Увеличить Багажное Пространство Оно Складывается Все Без проблем Также Вон Поглядите Есть отделение Для Лыж Видно Не видно Для Лыж То есть Если вы Все-таки Настоящий Швед Хотите Покататься Где-то Там У вас Горах На Лыжах То Сюда Пожалуйста Что у нас Стоит Вот она Полноразмерная Запасочка То есть Шведы Молодцы Шведы Молодцы Докатку Не ставили Поставили Полноразмерную Запаску И Аккумулятор Аккумулятор Стоит Уже У нас Новенький Вот Поменяли Недавно Вот эти Дырочки Я не знаю Почему Они здесь Есть Видно Здесь должны Быть Заглушки Наверное Что-то Я вообще Надо У владельца Спросить Его Что-то Даже Здесь Гудит Где-то Ну Ладно Чуть-чуть Замызганный Правда Багажничек Но Не без Этого Закрывается Очень Легко Прям Очень А Кстати Изгиб Выгиб Вернее Багажника Хорош Тем Что То есть Ну На некоторых Машинах Он открывается Вот так И То есть Например Здесь Б Открывался Вот так То Это Было То То Если Ты Нагибаешь И Что-то Берешь Ты Ты Просто Бился Б головой Здесь Он Выгибается Таким Обратом Что Тебе Он Вообще Просто Никак Не Мешает При Любом Росте При Любой Комплектации Человек Может Спокойно Подойти Взять Что Нужно Вообще Не Проблема И Крышка Багажника Кстати Довольно Так Маленькая Небольшая Аккуратненькая Вот Стоит Партроник Задний Родные Эти Брызговики Стоят Но Это Все В Комплектации Видимо Шло Что Хотелось Бы Сказать Про Заднее Вот Она Заднее Кресло Задний Диван Минус Этих Машин Именно С60 Очень Маленькое Заднее Пространство Для Пассажиров То есть Машина По сути Своей Не создана Так Сказать Для Пассажиров Вот Мы Залазим Я Пролезу Сюда Потопчу Чуть Чуть Владельца Вот Пожалуйста Вот Я При Росте Метр С кепкой Так Сказать И Вот Мои Ноги Вы Уже Видите Просто Они Вот Здесь Даже Пальцы Не Помещаются То Есть Например Наш Оператор У Которого Рост Метр Девят Сто Просто Не Сядет Ему Ноги Не Знаю Будет Вперед Выкидывать На Панель А так Очень Качественная Отделка Салона Я С Вольво Вообще Сталкиваюсь В первый Раз Я Как бы Не Ну Не Было У Знакомых Ни У Кого Вольво Вот Первый Человек Знакомый Который Купил Такую Машину И Что Мне Здесь Понравилось Я Ездил На Пятерке Это Кожа Вот Здесь Если Видно Снимите Кожа Довольно Мягкая Вообще Просто Качественная Видно Качественная Кожа Я Говорю Что Если Я Буду Перешивать Салон На Пятерке Я Попрошу Людей Найти Такую Кожу Пятерку Продали И Смерть У меня Есть Своя Кожа Хозяин Правда Все Это Закрыл Техлами Потому Что Ну Холодно Холодно Ну Так Салон В Очень Хорошем Состоянии Многие Жалуются Что Якобы Кожа Трескается Ну Вот Я Скажу Ребят 150 Тысяч Пробегу Кожа Ну Можно Сказать На 4 с плюсом Не 5 конечно Не в идеале Но 4 с плюсом Я думаю При должном Уходе При Раз В квартал Например Если Вы будете Все это Дело Освежать Кондиционер Чистить Кожу То Я думаю Пройдет Она Еще 150 А то И Больше А у Многих Проблем Это Заключает Просто Что Нет Ухожей Закор Все эти поры забиваются Все это трескается Поэтому Как бы И проблема Подлокотничек Подлокотничек у нас Маленький Аккуратненький В некоторых комплектациях Шел Подлокотник С этим С детским креслом Здесь Такого нету Но Все равно Довольно удобный Маленький Удобненький Такой подлокотничек И Кстати Для Посередине Пассажира Тоже идет Подголовник То есть По идее Машина Рассчитана на то Чтобы посередине Ехал человек Как бы Как бы Располагает Да Комфортно Здесь У нас Зарядочка Зарядочка Я уже говорю Как бы Потому что Я сам не курю Прикуриватель В смысле И написано 12 вольт Ну в принципе Все Машина Опять же Минус Чем я нашел Минус этой машине Вот сзади Смотрите Вот Села у вас семья Некуда Ничего Вот перчатки Мои Их можно только Положить Я не знаю Вот сюда Здесь вот есть Даже Ну вот в чехлах Есть И есть сиденье Ниша Да Для чего-либо Положить если То есть В машине В дверях В дверях Сними дверь В дверях Вообще Не сделано Ниша То есть Ее нет Здесь есть Как бы Какой-то Вот Они хотели Сделать Карман Но что-то Они передумали Зашли здесь Просто Все Кожа И все Стоит колоночка Хорошая Система Стоит Хорошая И Еще один Минут Когда я ездил Сзади На этой машине Я понял Что довольно Таки Неудобно Шведы Почему Вы это сделали Объяснительно Нет ручки Которые На передней Двери Есть На всех На многих Машинах Есть ручка То есть Удобно Когда она Здесь есть Ее Открывать Закрывать Дверь То есть Вот Я открыл Дверь И чтобы В принципе Закрывать Это удобно Ты вот Сюда Руку Положил Ну как-то Вот Привычнее Здесь Может Стереотип Не знаю Такого Сложившееся Что Здесь Удобнее Ну как-то Так И маленькая Очень Маленькая В двери То есть Ложе Вот Это Для Руки Подлокотник Он Прям Маленький Вот Прямо Это Я говорю Худой Маленькой Дрещавой Ручки Очень Неудобно А то есть Если человек Побольше Ну короче Не для Пассажиров Для задних Машин Это только Дети Правда Вот Наверное До первого Класса И им Здесь Будет Интересно Ходить Пешком По этому Диван Вот Задние Диффузоры Стоят Печка Дует С боковых Стоек Все Хорошо Все Классно Аирбэги То есть Здесь Здесь Ну как Обычно Вольво Это Вольво Это Безопасность Пойдемте Вперед Итак Мы Перебрались На переднее Сидение Вот Пожалуйста Вот Я все Понимаю Ребята Постарались Сделали Ручку И все Очень Удобно Можно Конечно Было Сделать Такую Но Все Так Вот Мне Кажется Как Более Привычно Ты Более Чувствуешь Даже Двер Мне кажется Она В руке Как будто У тебя Комплектация Здесь у нас Дерево До Рестайла По моему Шление Я не знаю Да До Рестайла Получается Здесь Были Другие Чуть Панели Вот Здесь Сама Борода Была Другая И Пластик Который Здесь Обтирался Очень Сильно Вытирался Обтирался То есть Облазил Здесь Дерево В отличном Состоянии Вообще Ни капельки Намека На трещины Или еще Что-то Либо Просто Вопросов Нет Молодцы Две Ложи Подстаканника Для Двух Да Стаканов И Здесь У нас Открывается Еще Для Треть Это Как бы Для Заднего Ряда Здесь Один Подстаканник Здесь Второй Подстаканник И Ниша Кстати На фон Обратите Внимание Стоит Родная Штатная Родной Штатный Магнитофон Сиди Сидит Шендер Стоит На 6 Дисков Ну Понятно Радио Шмагни Все дела Аук Аук Вывели Сюда Что Блин Классно Вообще Ну Как Обычно В принципе Вложи Да Убираются Он И ничего Лишнего Телефон Убрал Ничего Не мешает Так Так Парковка Это я Говорил Подогрев Передних Сидений Два Режима Да Как На БМВ3 Идет На Семерке У меня Здесь Два У некоторых Там Я видал По 6 По 7 Там Режимов Подогрева Очень Информативная Панель Сейчас Я достану Ключ Кстати Ключ Владельцы Автоваза Дорогие Наши И вообще Машины Бюджетных Это Не так Дорого Мне кажется Сделать Такой Ключ И не Надо Не Оставлять Мозги Там Чтобы Чип Вы Просто Можете Сделать Такой Красивый Такой Аккуратненький Я не знаю Ключ Это 2007 Год Это Вот 97 Год В принципе Тоже Очень Все Хорошо Когда Я увидел Ключ На Гранте На Новый Меня Просто Убило Что Это Я не знаю У нас Просто Ничего Не Меняет Я Не Знаю Как Сейчас Идет На Вести Там На Приор Какие Ключи Ну Вот Владельцы Всех Не Владельцы Вернее А Компания Производителя Всех Эконом Класса Машины Можете Сделать Просто Болванку Вот Ключ Стоит На БМВ Болванка Пустая Тысяч Тенге 200 Рублей Сделайте Просто Замок Под Него Все Будет Красиво И Качественно Ладно Отошли Родная Сигнализация Стоит С Открыванием Багажника Все Дела Вот Ключ Пробег Че Я хотел Сказать Пробег У нас Все Таки Сейчас Я скажу Точный Пробег 139 Тысяч Я ошибся 139 Тысяч И Уже Масло Поджираем Я говорю 120 Тысяч Они Ходят Расход Средний По городу У этой Машины Где-то От 14 До 17 Литров Там Смотря Как Нажимать На педаль Газа Как Прогревать Это Все Делаем Зимой Это Все Имеется Ввиду Вот По Трассе 10 10 Литров Едет Вообще Без Проблем Так Что Еще По Салону Посмотрите Прикуриватель Здесь Довольно Таки Неудобно В принципе Я не знаю Здесь нету Самого Прикуривателя Как он Выглядел Если Представляете Такая Болванка То Это Вообще Некрасиво Что Мне нравится Вольво Это Сама Панель Клима Климат Контроль Здесь Двухзонный Стоит И Вот Вот Это Человечек Просто Ребята Сделали Красиво Не знаю Не нравится На самом Деле Единственное Климат Стоит Как бы Климат Двухзонный Да Здесь Градусы Туда Сюда Направо Лево Выставляется Но Я так понимаю Здесь По Регулировке Именно Обдува То есть Верх Низ Ноги Там Окна Идет Одна То есть Ты включил И если Температуру Ты еще можешь Поменять Как пассажир То уже Вот это Вот только По желанию Водителя Идут Складывающие Зеркала Которые Я не знаю Работают Не работает Наверное При зажигании Включено Коробки Коробки Говорят Слабые И кстати При переключении Сейчас я катался Газ Плавный Руль Плавный Вообще Класс Но именно Включение Коробки Переключение Когда ты Включаешь Скорость И Вообще Сама Переключение Мягкое Но само Включение Когда ты Двигаешь Рычаг Очень довольно Жесткое Такое Мне даже Было страшно Непривычно Я привык Что она Включает Плавно Здесь Как будто Вот не знаю Сейчас в руке Останет Ложе Вот для Телефонов Там Не знаю Вот здесь Лежат очки Большие очки Лежат Всем привет Ну в принципе Удобный Кармашек Потому что Я вот себе В BMW Сделал Карман Заказывал В Китае Сеточку Потому что Неудобно Я не люблю Когда здесь Все лежит Так что Здесь сделали Удобно Отдельно Такое Ложе В принципе Все Минус Я говорю Опять же Очень мало Карманов Здесь есть Кармашки Но они Маленькие Они нереально Маленькие Мы просто Ехали Я ехал Пассажиром У меня была В руках Папка Я не знал Куда ее деть Потому что Бардачок Ладно Большой Небольшой Но вот так Ты не в дверь Не засунешь Никуда То есть По сути Своя машина Опять же Я говорю Маленькая Складывать Некуда То есть Ты вот Вышел С утра Сел У тебя в руках Перчатки Которые Ты положишь Ну ладно Здесь в карманах Шапка И все И портфель Ты на заднюю Сиденье положил Ты поехал Никаких лишних Вот здесь Ну в принципе Тоже неплохо Мусоросборник Вот этот Нафиг не нужен Хотя я люблю Кармашки Чтобы они еще Закрывались Идет регулировка Руля Механическая Вверх Вниз Там Вправо Влево И Опять же Шведы Подскажите мне Я не понимаю Почему так сделано Электросиденье Водителя Электропривод Все классно Молодцы Почему не сделать Его справа Что за Просто Все говорит о том Что машина Просто для водителя Не для пассажиров Я не знаю Почему так сделано Все бы не тыркали Не игрались Наверное Но Факт в том Что электропривод Только стоит Вот здесь Еще хотелось бы сказать Хотя Мультируля У нас нет У нас стоят Заглушки Прикольная фичка У шведов Это аварийка То есть На заведенную машину Ты включаешь Аварийку Соколь Ну все как обычно Реле щелкать Когда машина Заглушена Ты включаешь Аварийку Слечина Это сделано Для Успокоения Скоро всего Нервов Если не дай бог На трассе Ты где нибудь Сломался И тебя Ты нервный У тебя там Не работает Там Что нибудь Ты ждешь помощь И говорят Да включаешь Что ты аварийку На обычной машине И дают Класс 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 А здесь Все тихо Все спокойно Шведы молодцы За это 5 В принципе Все Люка нет Зеркала Подсветкой Как обычно Колонка У них большая Стоит Это не прогрев Это колоночка По моему А может и прогрев Не знаю Что это у нас Такое Давайте послушаем Заведу Послушаем Что это у нас Такое Система антибукса Всего этого Стоит без проблем Как в самолете Здесь у нас Вывели сюда На зеркало Чтобы все красиво По центру Эти ремни И ремни Для до того момента Они Клацают Пока ты не ставишь Ну то есть Безопасно Опять же Шведы за безопасность Колоночка Ну-ка Колоночка Давай Как тут Радио Не знаю Что ли это колоночка То ли это обогрев Я не слышу Ну музыка здесь нормальная Довольно таки Нормальная музыка Все Все прекрасно Итак ребят Всем спасибо за просмотр Ставим лайки Подписываемся на наш канал Не забываем Будем снимать чаще Постараемся Я говорю Мы стараемся В общем По машине Машина прелесть Пусть у нее много минусов Низкие Я говорю Вот и я минусы Которые мне проводили Низкий клиренс Угол разворота Много минусов Для меня Но Какие то она Производит Приятные впечатления Оставляет после себя Какая то она такая Европеечка Знаете Прямо мне понравилось Ну вот Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok